ПОТАТА ДЕ ИПОРТАНСИЯ ПОТАТА ДЕ ИПОРТАНСИЯ ПОТАТА ДЕ ИПОРТАНСИЯ Важная картошка или картошка по-важнецки Это отдельное блюдо Бакалау это треска, которая засолена в море на рыбалайских судах Шалам нужды этого блюда Ну, естественно, нужна картошка, порезанная такими дольками, не очень толстыми, не очень тонкими. Нужно будет бакалаву или кот. Значит, такие вот мы кусочками взяли. Нам нужно будет мука, яйцо, полстакана вина, лук, чеснок. Ну и нужно будет перец и соль. Значит, для начала мы поставили, да, нужен будет еще бульон. Мы приготовили вчера бульон. И нужно будет, значит, перец и соль. Как я ее сказал уже. Оливковое масло, естественно. Значит, для начала мы займемся картошкой. То есть будем делать сначала картошку по-важнецки. Значит, для того, чтобы сделать картошку по-важнецкой, ну, по-важнецкой, да. Мы ее поперчим. Вот так вот. Квасолем, как следует. И будем делать следующие с ней маневры. Значит, мы берем картошку, каждую дольку. Обвалим ее в муке. Как следует. И потом обвалим ее, кладем ее в муку. В яйцо. В яйцо, пардон. Значит, чтобы она тоже там хорошо, в яйце, обвалялась. И оставляем ее там на некоторое время. Значит, следующую и так далее. Пока у нас греется масло. Так, масло у нас нагрело. Значит, мы сюда сейчас кладем картошку. И начнем ее обжаривать. Значит, картошку нам класть в некоторое состояние, чтобы она, скажем так, обжаривалась отдельно друг от друга. Ну, и так все остальное картошку будет делать. Так, ну, мы здесь продолжаем процесс жадной картошки. Значит, сейчас мы уже пожарили. Мы кладем на бумажку, значит, чтобы стекло все лишнее масло. И у нас уже сейчас вот это. Значит, обжарить нас двух сторон. Значит, совершенно понятно, что картошка внутри сырая еще. Но наша задача не сделать картошку, а именно обжарить яйцо с мукой. А потом уже мы ее доделаем, уже до конца, уже в буёре. Так, картошку мы все пожарили. Значит, у нас такая красивенькая получилась. Значит, теперь мы налили, взяли другую сковородку на лицо масло, тоже разогрели. И сейчас мы положим лук и чеснок. И обжарим его, ну, не совсем, чтобы он, в общем, как называется, пассеровать будем его. Сейчас сюда его начнем. Рейсер распределим. Поперчим, посолим и будем его пассеровать. Это нам, я так думаю, где-то минут 5 отсюда высится. Значит, я хочу сказать, бульон у нас абсолютно не соленый. Значит, мы в конце готовки, сейчас посмотрим, как насчет соли будет. Пока что мы все солим, потому что бульон у нас, это наш бульон, мы его не солили вчера. Так, ну, лук у нас пропассеровался, достаточно большой. Такой же стал даже коричневый. Значит, теперь мы наливаем полстакана льва. И дальше, значит, как всегда. Поднимем немножко огонь, подождем, пока выпьется алкоголь и проложим. А, да, я забыл сказать один важный ингредиент. Петрушка, желательно свежая. Но это в самый-самый последний момент. Так, значит, венок, как видите, у нас выпьерло. Значит, теперь мы сюда кладем картошку. Вернее, сначала мы нальем чуть-чуть бульона. Бульон мы подогрели. Мы наливаем его холодным. Сейчас мы с вами нальем бульона. Я объясню, почему сейчас сначала нальем бульон. Чтобы распределить. Лук опять. По всей поверхности. Вот так вот. И теперь мы сюда начнем кладем картошку. Значит, картошку желательно положить в один слой. Если не получится, значит, ну тогда... Некоторые можно положить друг на другу. Но желательно в один слой, чтобы оно было все. Значит, и не... Чтобы они желательно тоже не касались друг друга. Так. Я думаю, что у нас все поместится ровно в один слой. Именно так. Прекрасно. Все прям рассчитано до миллиметра. Значит, теперь мы это... Доливаем сюда бульона. Чтобы он закрыл картошку. Когда она будет плавать, мы дать ей, чтобы немножко было побольше. И теперь мы это закроем крышкой и будем делать до готовности картошку. Значит, сколько я не говорю, потому что все зависит от картошки. Значит, мы для начала будем оптимистами, поставим ее на 20 минут. Потыкаем ее, если будет не готова, значит, продолжим. Значит, когда она практически будет готова, то есть не совсем, а, скажем так, еще 5 минут, и все. Мы положим туда рыбу. Значит, и тогда продолжим дальше. Так, картошка у нас делается. Значит, я забыл сказать одну вещь. Значит, не надо, чтобы она сильно кипела. И второй, не надо ее трогать. То есть вообще мешать нельзя. Если надо еще не помешать, сделать вот так вот игонечкой и все. Потому что иначе мы вздерем все... Всю оболочку с картошки. А это, значит, идея того блюда, что картошка именно обволокирована яйцом с муку. Значит, сейчас, если вы видите, у нас подливка достаточно жидкая. Значит, мы сейчас сделаем... Пожарим два кусочка хлеба в самом конце. Значит, мы их растолчем и в самом конце давай туда. Так, картошка у нас продолжает делаться, она практически готова. Мы сейчас быстренько здесь сделаем хлеб. Его поджарим с рецептным маслом. Теперь мы его ступкой размельчим и добавим в наше блюдо. Значит, чтобы сделать одно и динственное вещь, чтобы была более густая подливка. Так, ну, у нас добавился. Сейчас возьмем ложечку. Так, вот тут, видите, картошка уже практически готова. И сейчас мы сделаем такое движение. Чтобы у нас все там размешалось. Так, и теперь мы сюда положим рыбу. Значит, я, например, это у нас треска, но это треска, которая засолена в открытом море. В принципе, я думаю, можешь положить, если нормальная треска, будет то же самое. Надо только учить, что если берете эту, то она соленая. Значит, надо смотреть, как соль будет в конце. Значит, теперь мы кладем ее сверху. И, значит, накрываем крышечкой. И еще где-то минут 10. У нас прошло 5 минут и запланируем 10. Сейчас мы перевернем рыбу. Значит, перевернем ее на другую сторону. И оставим еще на 5 минут. И сейчас мы еще плюс, пока перевернем с рыбой, мы сейчас тут порезали петрушку. Значит, мы ее тоже сейчас сюда посыпем. И это уже у нас все. Сейчас мы все перевернули. Значит, сейчас мы берем петрушечку. А можно из свежей трески делать это блюдо? Я думаю, что можно. Единственное, что... Вернее, наверняка можно. Это же тоже рыба. Это тоже рыба, конечно. Не у всех же соленая продается. Нет, не у всех, к сожалению. Хотя это, в общем, большой промах пищевой промышленности. Ну, можно, значит, простой. Можно, естественно. Ну, в принципе, это на самом деле смешно. Но эта соленая треска намного вкуснее, чем... Видимо, она просолена морской солью. Видимо, она передает какой-то дополнительный вкус. Потому что в Испании, в принципе, есть и такая, и такая рыба. Но эта рыба на порядок дороже, чем нормальная. И так, это у нас блюдо под названием Патата де импортансия кон бакалаву. Что переводится все это важнецки, важные... Не знаю, как еще сказать, картошки с треской. Значит, пить мы это будем с нашей любимой сидрой. Так что, всем, кто это сделает, приятного аппетита и пока. Приятного аппетита, пока. Субтитры сделал DimaTorzok